МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВСМОТРИТЕСЬ в эти зеленые соцветия. Капуста брокколи. Что вы о ней знаете? Кроме того, что ее обычно не любят дети. Голубика. Очень вкусная, страшно дорогая. Но, оказывается, у этого есть объяснение. Орехи. Говорят, что от них толстеют. Но почему тогда их регулярно включают в перечни так называемых суперпродуктов? Что это вообще такое? И правда ли, что, добавив их в рацион, можно поправить здоровье и продлить жизнь? Три года назад у Волгоградца Дмитрия начали выпадать волосы. Знакомые посоветовали добавить в рацион витаминов. Но не в таблетках, а в виде зеленого сока, похожего по вкусу на тину. Это выжатые ростки пшеницы. Напиток называется битграс. Сейчас я выпил витаминов больше, чем содержится в двух килограммах овощей. Волосы выпадать перестали. А Дмитрий открыл бизнес по производству замороженного витграса. У телеведущей и блогера Ирены Понарошку другой пищевой секрет. Она ест сама и проповедует своим последователям сразу несколько экзотических ингредиентов. Например, семена чия. Когда я завтракала кофе с бутербродом, с сыром, я выглядела честно хуже, хотя была тогда на пару лет моложе. Так что я абсолютно точно могу сказать на своем примере, что суперфуды работают на нас, а не против нас. Некоторое время назад в западной прессе начали публиковать подборки так называемых суперпродуктов, даже малое количество которых якобы способны творить чудеса. Усиление работы мозга, нормализация веса, исцеление от рака и продление жизни. Все это обещают нам фрукты, овощи, семена и даже водоросли, которые теперь во всем мире продают под англоязычным брендом суперфуд. Я принял его и бах! Эти два продукта очень-очень мощные по своему действию. Это взорвет вас. Сегодня мы поговорим о пятерке моих любимых суперпродуктов. Вы наверняка уже слышали про такой суперпродукт, как гималайские ягоды Годжи. Бизнес процветает. Миллионы людей во всем мире уверены, что нашли свой эликсир молодости и здоровья. Британские доктора даже включают некоторые суперфуды в план антираковой терапии. Когда вы едите брокколи, происходит порядка 180 изменений в работе ваших генов. Жить долго, питаясь вкусно. Нам тоже так захотелось. И мы объехали полмира, чтобы разобраться, где на самом деле суперпродукт, а где рекламная мишура. Разгадывая тайну ныне суперпопулярной крупы киноа, мы добрались даже до секретного города инков, Мачу-Пикчу, в Перу. И узнали много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Это Кэтрин из Великобритании. У нее, согласно истории болезни, рак в неизлечимой, безнадежной стадии. Но по самой Кэтрин этого не скажешь. Прошло два с половиной года. Я продолжаю жить и чувствую себя хорошо. Вполне здоровый, слава богу. Страшный диагноз Кэтрин ставили дважды. После сложной операции и восьми курсов химиотерапии опухоль толстой кишки отступила. Но через год вернулась. В Британии врачи честно говорят пациентам, что их ждет. И Кэтрин так и сказали. Это уже неоперабельная терминальная стадия. Вам осталось два месяца. Терять было нечего. Конечно, Кэтрин согласилась, когда наряду с обычным лечением профессор Роберт Томас предложил ей поучаствовать в эксперименте. Есть каждый день капусту брокколи и принимать добавку на ее основе. Я удивилась, когда профессор Томас прописал мне диету из брокколи. Но мне понравилось, что он рекомендует хоть что-то, дающее надежду в моей ситуации. На этой томограмме можно видеть довольно большую раковую опухоль. Здесь и здесь. А вот если вы посмотрите на снимок несколькими годами позже, то зона поражения стала меньше, почти исчезла. Вы ее вряд ли даже заметите. О том, что брокколи обладает противораковым эффектом, ученые узнали около 30 лет назад. Доктор Томас из британского Кембриджа в начале своих исследований просто назначал пациентам по тарелке супа из брокколи. Наблюдал лечебный эффект, выделял действующие компоненты, комбинировал и теперь говорит, что нашел золотую формулу. С опухолью борются полифенолы, которых много не только в брокколи, но и в гранате, зеленом чае, приправе под названием куркума. Вытяжки из всего этого доктор смешал в своей фирменной добавке и назначает ее вместе со стандартным лечением. В результате его пациент Льюис, например, смог избежать операции, когда у него обнаружили рак простаты. После шести месяцев лечения результат был удивительный. Согласно анализам крови, мои онкомаркеры существенно снизились и сейчас держатся на хорошем уровне просто под действием этой диеты. Пациенты всегда меня спрашивают, как усилить эффект от обычного лечения рака. И я им говорю, бросьте курить, следите за весом и обязательно ешьте много полифенолов. Например, большая тарелка супа из брокколи каждый день – отличная помощь вашей терапии. Главное секретное вещество, которым брокколи убивает рак, называется сульфорафан. И содержится не только в этом, но и в других видах капусты, пусть и в меньших концентрациях. Важно не подвергать продукт долгой термической обработке, чтобы не разрушить пользу. И надо отчетливо понимать – это не замена лечению, а только дополнение к нему. Помогла ли в данном случае ему капуста брокколи или нет, наверное, об этом знает только капуста брокколи. Хотя в ней есть те необходимые вещества, которые в сочетании с традиционным противоопухолевым лечением приводят к тому, чтобы организм оздоровился. И вот это оздоровление организма способствует тому, чтобы рак наконец-то стал победимым. Учитывая все, делаем вывод. Многочисленные научные исследования подтверждают антираковый эффект капусты брокколи. И титул «Суперпродукт» принадлежит ей по праву. В истории мировой диетологии, конечно, было немало поветрий, когда все принимали съесть какой-то один продукт, рассчитывая на невероятный эффект. Например, в середине 20 века американки все как одна бросились худеть, поедая грейпфруты. Научная основа действительно имелась. В белых перегородках грейпфрута содержится вещество под названием нарингин. Оно и придает фрукту его пикантную горчинку, которую любят не все. Попадая в печень, нарингин производит там диверсию. Заставляет сытый организм думать, что он голоден, и сжигать жир. Казалось бы, все хорошо, но более детальные исследования установили дозу, при которой наступает реальный похудательный эффект. Это 40 грейпфрутов. Причем не в день, а за один прием. Эта цифра шокирует, но таковы результаты опыта, в которые мы вели 6 лет. Молекулы нарингина содержатся в грейпфруте в малых количествах, а действуют они только в высокой концентрации. Грипфрут когда-то считали суперпродуктом, но оказалось, что он совсем не супер. Помня об этом, мы пристально и даже с некоторым подозрением изучаем теперь каждый пункт из нашего списка. Смотрите далее. Черника. Правда ли она продлевает жизнь и улучшает зрение? Какой суперпродукт решили отправить в космос? Зачем самые авторитетные мировые диетологи всегда носят в кармане горсточку орехов? От какой болезни века это спасает? Согласно последним данным. Хейки Карна Хейки Карна – финский авиадиспетчер на пенсии. Живет в собственном доме с участком леса недалеко от Хельсинки. Хейки водит меня вокруг своего пруда, рассказывает, как туда приходят купаться лоси. Мы вообще-то приехали к этому человеку, чтобы снять репортаж для программы «Чудо техники» о новом «Топоре-рычаге» для колки дров. Хейки изобрел очень удобный колун со смещенным центром тяжести и, демонстрируя, легко разрубает одно полено за другим. В разгар съемки, когда мы оба уже изрядно вспотели, я его спрашиваю, а сколько вам лет? Ответ вызывает, мягко говоря, удивление. 75. Ему столько никак не дашь. Дальше интереснее. Следует обед в его доме. У меня много ягод. Ягоды тут, ягоды в моем холодильнике. Видите, ягоды везде. Это все с моей собственной черничной поляны. Я ем ягоды каждый день, кладу их в кашу. Это прекрасно. Замороженной черникой у Хейки с супругой забита и морозилка в холодильнике, и морозильный ларь в подполе. На своем участке леса изобретатель решил сохранить и приумножить дикие ягодные заросли. Так что и черники, и брусники тут очень много. Выходишь из дома, и перед тобой целые поляны. Специальными комбайнами-гребенками удается немало насобирать даже в конце осени. Моложевый вид хозяина особенно заинтересовал меня, потому что как-то уж очень хорошо сочетался с многочисленными научными статьями, которые я к тому моменту уже прочитал о недавно открытых волшебных свойствах черники и ее родственницы голубики. Американские ученые Джеймс Джозеф и Барбара Шакет-Хейл установили, например, что эти ягоды способны останавливать старение, предотвращая потерю памяти, мускульной силы и координации. Мы взяли пожилых лабораторных животных, крыс. Им было по человеческим меркам примерно по 65 лет. И сделали так, чтобы 2% их диеты составляла голубика. Для человека это значит около стакана ягод в день. Эксперимент продолжался два месяца, крысы успели состариться в переводе на человеческий до 80 лет. И дальше мы провели серию тестов, которые называем между собой крысиные олимпиады. В соревнованиях на выносливость, сообразительность, силу с большим отрывом победили те, кто ел голубику. Они как будто и не старели. Ученые продолжают выяснять молекулярные механизмы этого действия. Но общая картина вырисовывается просто удивительная. Мы обнаружили, что в мозгу животных, которые получают много ягод, начинают появляться новые клетки и новые связи. А наши коллеги, которые изучали влияние на сердечно-сосудистую систему, установили, что голубика снижает давление и улучшает состояние сосудов. Это Финляндия. Страна, которая всегда славилась своими дикорастущими голубикой и черникой. Вот какая прекрасная, крупная, просто вдоль дороги сорвал. Неудивительно, что именно здесь, в Университете Восточной Финляндии, недавно провели научное исследование, которое выявило новую, ранее неизвестную пользу этой удивительной ягоды. Ученые обнаружили, что добавление черники или голубики в рацион тех, кто худеет, помогает сбросить вес и даже частично нейтрализует негативные последствия плохой, слишком жирной диеты. Бум вокруг этих ягод подогревает еще и то, что благодаря современным агротехнологиям они стали гораздо доступнее, чем раньше. Из южных стран мы теперь получаем свежую голубику круглый год. Лишь в очень немногих местах, как вот здесь, в Эквадоре, ее до сих пор собирают в диком виде. Добрый день. Добрый день. Сколько стоит? Один доллар. Кисленькая? Дикая? Добрый день. Спасибо. Спасибо вам. По всему тропическому и субтропическому поясу земли стремительно появляются все новые и новые плантации садовой голубики. Биолог Кевин Фолта из Флоридского университета рассказывает мне, каких трудов стоило создать эту культуру. 30 лет потребовалось селекционерам, чтобы превратить вот такую мелкую и кисловатую дикую ягоду в ту сочную, чуть ли не в сантиметр диаметром, которую мы сейчас имеем на прилавках. Вы можете видеть, как много отличных ягод теперь приносят кусты. Это очень выгодный бизнес. Очень, очень дорого. Фермер, который владеет даже небольшой плантацией, весьма неплохо зарабатывает. Ягодной индустрии уже не хватает рук. Одна из американских сельскохозяйственных компаний даже объявила конкурс для инженеров. Четверть миллиона долларов получит тот, кто сможет создать недорогого роботосборщика, способного распознавать спелые ягоды, срывать их, не повреждая, и складывать в корзины. Сейчас этот труд в основном ручной. Впрочем, вернемся к здоровью. Доктора моду на чернику и голубику одобряют, но призывают не впадать в крайности. Российские офтальмологи, например, уже много лет пытаются бороться с мифом о том, что черника может заменить глазные лекарства. Вы знаете, черника хорошо видеть не помогает. Пациенты доводят себя до такого состояния, что уже бывает и медицина бессильна, хотя это крайне редко встречается сейчас. Катаракты очень часто пытаются лечить с помощью, там даже настои делают, из черники капают в глаза. А Нобелевский лауреат, один из первооткрывателей ДНК, Джеймс Уотсон, пытается бороться с модой на добавки с антиоксидантами. Это вещества, содержащиеся в том числе и в ягодах. Их главное биохимическое свойство – уничтожать свободные радикалы – молекулы, заставляющие организм стареть. Считается, что стареем мы, окисляясь, как вот это яблоко на воздухе. Проблема в том, что, как выяснилось, по организму не просто так бродят эти окислительные убийцы – свободные радикалы. Они в том числе уничтожают и раковые клетки. И большие дозы антиоксидантов, если принимать их в таблетках, организм вовсе не омолодят, а только приблизят рак. Свободные радикалы – это не злой умысел природы. Они играют важную роль в иммунной системе, которая защищает нас от болезней и инфекций. Высокая концентрация антиоксидантов в результате приема добавок может навредить. Точный механизм пока неизвестен, но из многочисленных исследований мы знаем, что лучший способ сократить риск развития рака – это потреблять антиоксиданты в естественном виде, получая их из разных фруктов и овощей. Полезные свойства голубики и черники во многом объясняются наличием в них природных красителей антоцианов. Это благодаря им так легко можно вычислить любителя волшебных ягод. В лаборатории антоцианы распознают по особому фиолетово-красному оттенку, который они приобретают в кислой среде. И обнаруживаются эти вещества вовсе не только у черники с голубикой. Есть ягоды максимально насыщенной окраски. Это может быть не только голубика, не только черника. Прекрасно совершенно, если мы будем есть черную смородину, ягоды, которые в России выращиваются. В черноплодной рябине огромное количество антоцианов содержится. И не только в ягодах, что интересно, но и в овощах яркой окраски тоже. Взвесив все, мы приходим к выводу. Ягоды в целом стоит назвать суперпродуктом. Но уверенно, это можно говорить про чернику с голубикой. Да, стоят они дорого, но что-то придумать всегда можно. В этом нас убеждает опыт финского лесоруба-энтузиаста Хейки, морозящего чернику летом на весь оставшийся год. Может, ягоды тоже причастны к тому, что выглядит он вовсе не на свои 75. Смотрите далее. Все ли ягоды одинаково? Супер! Темная история тибетских ягод Годжи. Орехи. Как всего одна горсточка в день способна спасти от смерти. Крупа киноа. Чтобы узнать тайну силы древних инков, мы отправились в Южную Америку. И пророщенные зерна. Почему наша коллега, начавшая употреблять супермодный напиток из проростков, покрылась прыщами? Если вы думаете, что я сейчас добавлю эти ягоды Годжи в чай, то вы очень ошибаетесь. Я их вижу в первый раз вообще. Какие-то слипшиеся. Актриса Полина Гренц, если верить рекламе в интернете, худела при помощи новомодных ягод Годжи. Пишут, что поправилась девушка специально для роли в сериале, а с помощью чудодейственной ягоды и без каких-либо дополнительных усилий вскоре снова стала стройной. Я к поклонникам обращалась, к своим, я через Инстаграм, я даже записывала видео, что я не худела с помощью ягод Годжи. Они все равно добавляются и спрашивают меня, правда ли, что ты на них худела. Я, честно, не знаю уже, как мне людям объяснить, что это абсолютно неправда. Поскольку эти ягоды Годжи, они из Китая, из совершенно другой части земного шара, то к нам поступают, естественно, те микроорганизмы, к которым мы не адаптированы. Не дай бог, там будет патогенный, ну, вредный микроорганизм, его надо будет лечить. А где уверенность в том, что те лекарственные препараты, которые потом надо будет лечить, будут действовать на этот микроорганизм. А еще ягоды Годжи нередко подделывают, продают вместо них внешне похожий крупный барбарис. Ну, кто там в сушеном виде сильно различит? В общем, наш вывод. Ягоды Годжи на звание суперпродукта никак не тянут. Примерно та же история и с так называемыми семенами чиа. В интернет-магазинах маленький пакетик может стоить 600 рублей. Продавцы уверяют, это древняя супер-еда от стеков, по вкусу очень похожая на семена льна. Повышает выносливость, укрепляет мужское здоровье. Здравствуйте, интернет-магазин Дайшот, Мария, слушаю вас. Мария, день добрый. А подскажите, пожалуйста, я вот заинтересовался органическими семенами чиа. Я слышал, что еще повышают выносливость, улучшают мужское здоровье. Это тоже все правда. Нет, вы знаете, дело в том, что если... Мы изучили базы данных научных публикаций на эту тему. Оказалось, что продукт действительно полезный, но не чудодейственный. По своей пользе и мощи семена чиа вполне сравнимы с обычной свеклой. Повышает выносливость и при недостатке кислорода в составе атмосферного воздуха выносливость, повышается мышечная работа, мышечная сила, выносливость. Этот продукт питания очень хорош для поддержания репродуктивной функции и является отчасти афродизиаком. Вывод неутешительный. С семенами чиа нам придется поступить так же, как с ягодами Годжи. Они не суперпродукт. Вообще, сам термин суперфуд придумали маркетологи американских пищевых корпораций, чтобы лучше продавать свою продукцию. Я думаю, что суперфуд – это просто маркетинг, это тренд. Это название для эксотические продукты из далеко-далеко, из Перу, Южной Америки, из Азии. Продукты, которые мы раньше не знали, и мы вдруг думаем, что они супер, потому что там есть очень много витамин и минералов, которые нет в наших продуктах. Я в это не верю. Но психологически очень понятно, почему людям нужны пищевые чудеса. Ведь менять рацион, привычки, бороться с недостатками – это сложно и скучно. Куда проще внушить себе, что добавишь чего-то одного и будешь жить вечно, стройным и здоровым. Проростки нужно есть, когда длина корешка, который вылезает, она не больше двух, по-моему, четырех миллиметров, потому что дальше само семя или зерно становится ядовитым, так считается. И тогда, если они уже переросли, лучше дождаться, когда получится не проросток, а росток, и съесть уже именно зелень, а не зерно. Блогер Наташа Шойхет – одна из проповедниц поедания пророщенных зерен. Дома у нее целая коллекция устройств, в которых непрерывно что-то зеленеет. Идея такова – природа заложила в семена все необходимое растению, но только в момент прорастания эти вещества приобретают самую активную и доступную для человека форму. Антиоксиданты содержатся в этом продукте, помогающие бороться с процессами старения, витамин С, Е, отвечающий также за иммунитет, за защитные силы организма, и помогающие нам бороться с весенней хандрой, например, тот же хлорофилл, опять-таки способствующий очищению крови, содержащий большое количество энзимов. Моднее всего сейчас пить сок из ростков пшеницы. Напиток называется «Витграсс», то есть пшеничная трава. Человек, который продает его в замороженном виде, Дмитрий, говорит, что смог благодаря «Витграссу» остановить у себя выпадение волос. Стал изучать многие источники и пришел к выводу, что проблема выпадения волос происходит из-за того, что в организме не хватает микроэлементов, витаминов и минералов. Моя коллега, редактор программы «Еда живая и мертвая» Наталья Кашенцева, решила проверить на себе, способен ли трехнедельный курс «Витграсса» улучшить показатели здоровья. Ну что, мы начинаем наш эксперимент. Я надеюсь, что я не позеленею. За здоровье. Анализ крови на витамины и микроэлементы до и после даст нам ответ. И очень скоро. Такое ощущение, что наелся о соке. Бедная Наташа. Я надеюсь, мне будет дальше не так противно. Специфический вкус напитка отмечают даже те, кто давно выращивает ростки и пьет «Витграсс» каждое утро. Он немножко остренький, как мне кажется, поэтому я всегда его разбавляю свежевыжатым соком. Особенно мне нравятся яблочные с «Витграссом» или ананас с «Витграссом». Смотрите далее. Чем закончился этот эксперимент? Улучшилось ли здоровье после трех недель употребления сока из проростков? Что покажет анализ крови? А также новейшие данные об удивительной силе орехов и тайна индейской крупы киноа. Почему в нее влюбились диетологи всего мира? Южная Америка. Эквадор. Страна озер, долин и гор. Здесь до сих пор можно встретить настоящих индейцев и даже стать свидетелем загадочного исцеляющего ритуала. Плохая энергия должна перейти на морскую свинку, которую потом съедят. А еще Южная Америка – это родина уникального растения киноа. Его крупу сейчас активно используют в своих блюдах ведущие шеф-повара мира. Считается модным чуть ли не заменять мясо этими зернами, похожими на пшено. Похоже, перед нами еще один суперпродукт. Диетологи говорят, что определенно – да. Киноа даже лучше, чем наша гречка, которую мы привыкли считать суперкрупой. Этот продукт очень богат как раз клетчаткой. В нем содержится порядка 7 грамм клетчатки на 100 грамм продукта. Это в 7 раз больше, чем в гречке. Содержит еще и растительные жиры. В 2 раза, например, больше, чем гречка. Но важно отметить, что это как раз растительные жиры, которые нужны нашему организму. Плюс ко всему, тут присутствуют витамины группы В, которые очень полезны, особенно для нашей нервной системы. И достаточно богатый набор микроэлементов. Причем, что интересно, киноа содержит те микроэлементы, которые очень редко встречаются в средней полосе России. Например, селен, цинк, магний, медь, марганец. Я вам не могу передать, какой аромат цветения здесь стоит от киноа. Вообще, эта культура лучше всего растет на высоте 2600-2800 метров над уровнем моря. Так что склоны Ант в Перу, Боливии и здесь, в Эквадоре, для нее просто идеальны. Сейчас мы приехали в гости к эквадорским индейцам от Авалу, которые выращивают киноа уже много веков подряд. Владелец небольшой плантации, индеец Антонио, рассказывает мне, что киноа здесь по-прежнему основа питания, наряду с кукурузой и картофелем. Так было еще до завоевания Америки европейцами. Из крупы варят очень питательный суп, даже делают десерты. Готовим из нее сладкое блюдо на молоке. Как овсянку? Да, точно. И муку из киноа делаем, а потом выпекаем хлеб. Конкистадоры быстро перевезли в Старый Свет самые быстро растущие и питательные культуры. Фасоль, помидоры, те же кукурузу и картошку, какао, кофе, табак взяли за экзотичность. А вот крупа киноа европейцам как-то не глянулась, хотя была у индейцев в большом почете. Ее называли золотой крупой и даже матерью всех зерен. Разгадать тайну киноа невозможно, не побывав в тайном городе инков, Мачу-Пикчу. Туда мы и направляемся. Добраться можно только на специальном горном поезде. Откуда инки взяли столько силы и энергии, чтобы построить в 15 веке этот удивительный город на самой вершине горного хребта? Испанцы считали, что на стороне индейцев была сама нечистая сила. Но, может, тайна содержалась в неприметных зернах, всего горсть которых сразу давала огромный прилив сил? Эта крупа была настолько важна для инков, что, по легенде, даже их императоры лично наблюдали за тем, как на полях появляются первые ростки киноа. Красиво звучит, правда? Но во всей этой мифологии превращения киноа в суперпродукт есть, пожалуй, только одно слабое место. А вот почему инки жили в среднем всего лишь до 35-40 лет? Ученые давно нашли ответ. Какой-то один продукт, даже очень полезный, не может перевесить всех негативных факторов жизни. Здоровье инков, например, подрывали постоянно вдыхаемый дым из очага, войны, насекомые, которые очень неприятно искусали и нас в Мачу-Пикчу. Но к киноа все это не имеет отношения. У крупы, несомненно, большие способности. Например, даже небольшой теплый салат из киноа с овощами, курицей или креветками может заменить полноценный ужин с мясом. А все потому, что белки в киноа имеют удивительный разнообразный состав. Содержат все нужные человеку незаменимые аминокислоты, почти как материнское молоко. Не удивительно, что эти салаты и теплые, и холодные по популярности в туристических ресторанах уже конкурируют с традиционной перуанской пачаманкой – мясом и овощами, запеченными в банановых листьях в земляной печи. Возьмем немного черной киноа, немного белой и красной, перемешаем все это, добавим соль, кинза для аромата, немного лука, сладкий красный перец, огурец, еще перемешаем. Чтобы немного освежить наш салат, добавим несколько кубиков льда, просто для придания прохлады. Это у нас холодная закуска, поэтому лед придаст ей немного свежести, верно? Теперь добавим оливковое масло для мягкости, анский сыр, убираем лед. И вот ем я этот прекрасный салат, смотрю на Мачу-Пикчу и думаю, что в Москве тоже надо обязательно готовить кино, чтобы вспоминать этот удивительный момент. Только вот соли он, пожалуй, многовато положил. Бизнес на киноа переживает просто взрывной рост. Индейцы благодарят судьбу, что теперь могут работать дома и продавать зерно, а не уходить в города. Бизнесмены, как Леонид Марселло, женатый на россиянке, а потому говорящий по-русски, уже придумывают, как бы еще заработать на этой крупе. Проще сказать, чего теперь не делают из киноа на этом небольшом, но очень продуктивном производстве в столице Эквадора Кито. Мука, мюсли, сухие завтраки, хлопья. Похоже по вкусу на кукурузный, но имеет такой слегка ореховый припус. Классно, не нравится. Скоро Леонид Марселло и его команда приступят к выпуску быстро растворимого супа из киноа и уже пекут из этой муки вкуснейшие пироги и блинчики. Все, хватит про киноа. Наш вывод супер, однозначно. Смотрите далее. Еда будущего – это водоросли? Где в России уже перешли на них? Орехи – тайное средство от сердечных болезней. Сколько и каких надо есть каждый день, чтобы продлить жизнь? И окончание эксперимента с напитком из пророщенной пшеницы. Смогла ли выдержать наша коллега три недели? И как это отразилось на ее здоровье? В поселке Понери под Курском в промышленных масштабах выращивают настоящую тропическую водоросль – спирулину. Вот эти густые зеленые лепешки. Специальные грядки с питательной средой подогревают и подсвечивают лампами, иначе водоросль замерзнет. Главное требование к сбору урожая – никакой техники. Потому что у нее быстро она разрушается, и таким образом все питательное вещество, которое содержится внутри, могут перейти, допустим, тот в раствор, в котором мы ее промываем или собираем. Спирулину тщательно промывают, потом высушивают и делают оздоровительные растворы, порошки, даже косметику. Ну, конечно, у нас многие пользуются, кожа становится нежнее. Это водоросль родом из африканского озера Чад. Биофизик Михаил Лямин 15 лет занимался тем, чтобы адаптировать спирулину к российским условиям. Ради чего это все? И даже одного грамма сухого порошка хватает для того, чтобы обеспечить весь организм теми незаменимыми аминокислотами, которые участвуют именно в суточном биохимическом процессе. Спирулина дает возможность организму привлечь в те силы, которыми он восстанавливает или производит свой собственный ремонт. Спирулина получила свое название из-за волокон, которые закручены в виде спирали, они хорошо видны под микроскопом. А главное достоинство этого международно признанного суперпродукта – полноценный питательный белок с незаменимыми аминокислотами, а еще цинк и йод. Кстати, профессор Лямин уверен, что отечественная спирулина в 10 раз полезнее ее тропической родственницы. Все дело в особой технологии консервации фруктозным сиропом. Так что теперь и мед, и мороженое в семье Ляминых с характерным зеленым оттенком. Исследования подтвердили эффективность спирулины и при синдроме хронической усталости, и при вирусных болезнях. Европейское космическое агентство уже решило запустить спирулину в космос. Она и послужит пищевой добавкой, и в процессе роста даст кораблю дополнительного кислорода. Мы знаем, что спирулина хорошо работает на Земле, производит много кислорода. И, конечно, мы хотим знать, в космосе, где большие дозы радиации и невесомость, поведет ли она себя так же? У этой водоросли есть все шансы стать пищей космонавтов в дальних полетах. Так что у нас просто нет выбора. Спирулина точно заслуживает звание суперпродукта. Впрочем, чтобы улучшить здоровье, можно обойтись и без экзотики. Меня, например, очень удивило то, что в процессе съемок этой программы я узнал про обычные орехи. Грецкие, лесные, миндаль. У меня в кармане всегда есть немножечко орехов. Известный французский диетолог Жан-Мишель Лесерф не единственный ученый, признающийся в любви к орехам. То, что наука выяснила про них в последние годы, переворачивает все старые представления. Вот, например, доктор Рамон Эструх из Барселоны. Несколько лет исследовал, как разные варианты средиземноморской диеты влияют на риск человека умереть. Он сообщил о результатах досрочно, потому что счел аморальным скрывать такие фантастические цифры от человечества. Мы увидели, что средиземноморская диета, в которую добавлено оливковое масло и горсть орехов в день, понижает риск смерти на 30% по сравнению с группой пациентов, которая ела все подряд. Мы просто просили наших больных добавлять к пище горсть смеси грецких орехов, фундука и миндаля каждый день. Эффект оказался просто удивительным. На треть меньше сердечных приступов и инсультов. Важно только помнить, что и вся диета при этом должна оставаться посредиземноморски низкокалорийной с малым количеством мяса. А доктор Чарльз Фукс из Бостона изучил анкеты 120 тысяч соотечественников за 30 лет и нашел четкую связь между фактом регулярного употребления орехов и большей продолжительностью жизни. Выгода по его расчетам составляет примерно 20%. А если брать отдельно сердечно-сосудистую смертность, то получаются примерно те же, что у доктора Эструха, 29%. Впечатляет. Какое вещество или вещества в составе орехов дают этот эффект, нам еще только предстоит понять. И эти работы уже ведутся. Но уже понятно, что орехи как-то очень позитивно изменяют наш обмен веществ. Более того, мы опровергли миф о том, что от них можно потолстеть, поскольку они калорийны. Наоборот. Статистический анализ показывает, что любители орехов весят меньше. Видимо, они просто наедаются малым количеством орехов и потом едят меньше всего остального. Американская кардиологическая ассоциация уже включила эти исследования в свои рекомендации пациентам. Им советуют съедать как минимум раз в неделю одну горсть сырых и несоленых, что важно, орехов. Грецких, фундука, миндаля – наш вердикт. Орехи – безусловный суперпродукт. Осталось разобраться с пшеничными ростками. Их поклонники пропагандируют этот якобы супервитаминно-минеральный продукт. Например, рекомендуют употреблять его в форме сока из выжатых ростков. Действительно ли всего стакан такого напитка в день способен быстро поправить человеку здоровье, восполнив нехватку витаминов и микроэлементов в организме? Чтобы найти ответ на этот вопрос, наша отважная коллега, редактор программы «Еда живая и мёртвая» Наталья Кашенцева, пила Витграс целых три недели подряд. Не зря говорят про Витграс, что от него люди молодеют. Со мной это явно уже произошло. Причём скинула я лет 10, превращаясь в подростка, потому что у меня всё лицо обсыпало прыщами. Если во время применения, например, Витграса у вас появляется высыпание на коже, не совсем свойственное вам в большем количестве, чем обычно, то вы должны понимать, что это такой временный эффект детоксикации, когда организм освобождается от токсинов, шлаков. До начала эксперимента Наташа сдала анализ крови на витамины и минералы. Он показал явные отклонения сразу по нескольким показателям. Но после окончания опыта существенных изменений не произошло. Мы никаких достоверных изменений не увидели, даже, можно сказать, даже намёка на какие-то тенденции. Но, тем не менее, нельзя и сказать, что это пустышка. Мы видим на вполне конкретных, рутинных показателях, ну, биохимических анализов крови, на показателях клинических анализов крови, на примере содержания химических элементов в сыворотке крови, что даже 20-дневный курс потребления витограсса, он даёт, приводит к положительным сдвигам в организм. Не нужно считать его панацеей от всех бед, заболеваний, не заменяет ни одно пророщенное зерно, там, тот же вид крас, фруктов, свежих овощей. То здесь необходимо сочетание этих продуктов. Это просто такое приятное, полезное дополнение к вашему ежедневному рациону, ни в коем случае не замена чего-то очень важного. А ещё после чудо-напитка Наташи очень хотела съесть. Он усиливает выделение желудочного сока, и поэтому врачи его не рекомендуют при гастрите или язвенной болезни желудка. Так что наш вывод – не стоит ждать чудес. Пророщенные зерна мы не будем включать в наш итоговый список суперпродуктов. Куда попадают ягоды, особенно черника и голубика, крупа киноа, орехи, водоросль спирулина и капуста брокколи. В завтрак я запихиваю практически все суперфуды, которые у меня есть на кухне. Всё это вместе – это такой прям макробиотический заряд на целый день, который меня и энергией заряжает, и кишечник очищает, и микроэлементами насыщает мой организм. И действительно, когда я завтракала кофе с бутербродом, с сыром, я выглядела честно хуже, хотя была тогда на пару лет моложе. Телеведущая и блогер Ирина Филипова – более известная под творческим псевдонимом Ирена Понарошку, даже проводит специальные встречи, посвященные супер-еде. Туда приходят целыми семьями, просят рецепты, интересуются, где закупить чудо-продуктов. Ничего сложного, уже везде продаются, уже в каждом супермаркете. Учёные не против этой моды. Они лишь призывают не налегать на что-то одно в ущерб разнообразию, в котором и есть спасение. Каждый год мы открываем новые незаменимые вещества, которые находятся в нашей еде. Но просто раньше мы о них не знали. Поэтому никогда не будет какого-то одного продукта, который заменят все остальные. Есть надо всё, но только понемножку. Суперпродукты – это не миф. Некоторые из них действительно способны на многое. Главное – в погоне за пользой от одного продукта не забыть про пользу от всех остальных. Вот это вкратце и есть рецепт еды живой, а не мёртвой.